Не только взятка, но и мошенничество. На экс-директора Департамента имущественных и земельных отношений завели второе уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Мошенническую схему Павла Панфилова вычислили следователи СК и ФСБ. Как считает следствие, за крупное вознаграждение он пообещал своему заместителю продлить служебный контракт, хотя полномочий таких не имел. По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый путем обмана получил от своего заместителя денежные средства в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей за продление с ней служебного контракта. При этом полномочий на пролонгирование трудовых отношений он не имел. Полученные денежные средства Панфилов присвоил и распорядился ими по своему усмотрению. Напомним, ранее Панфилова обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в ноябре 2019 года обвиняемый предложил директору строительной компании за незаконное денежное вознаграждение в 9 миллионов рублей обеспечить беспрепятственное участие и победу в электронном аукционе на строительство социального объекта в рамках национального проекта, на что директор компании согласился. Уголовные дела объединили в одно производство. В январе суд оставил Панфилова под стражей до 25 апреля. Продолжение следует... Продолжение следует...